Очень важно изменить своё сознание, но самое главное – это изменить свою психологию. Психология своя меняется через ваше мышление. Вы должны выработать в себе такое мышление, которое повело бы вас к высшему, то есть позитив, возвышенность, сознание единства, любви ко всему, должно вести вас и показывать другим этот путь. Ну, например, вы должны вырабатывать такость. Такость или принимать всё как есть, принимать как волю Бога, как стремление к единению, даже порой жертвуя собой. Принимать её это как служение. Вы должны всё время думать о том, что вы служите вечности, находитесь в вечности. Не думайте временными мерками, живите в вечности. Не думайте о том, что вы есть то, вы есть это. Слийтесь воедино со всеми. Вы есть часть вечности. Вы не то и не это. Вы уже пребываете в бытие. Это ваше самое лучшее место. Не думайте, что где-то будет вам лучше. Если Бог поставил вас здесь, значит здесь вы должны служить. Если он сочтёт нужное, он найдёт для вас другое подходящее место. И какое бы оно ни было, это совершенно не важно. Важны вы сами. Ваше сознание, ваша психология. Ваше место это то, где вы развиваете себя. И Бог видит, что вы с собой делаете. И если вы правильно совершенствуетесь, вам даются новые большие дела. Кто в малом верен, большим поставлен будет. А кто не верен в малом, тот от чего не достоин. Поэтому не думайте, что вы уже сейчас достигли чего-то. Никогда не останавливайтесь. Потому что останавливаться в вечности можно только на мгновение. Всё совершенствуется. Существует привал. Но нельзя думать, что этот привал навсегда. Усилия важны. Но не должно быть насилия над собой. Поэтому будьте естественны и бдительны. Бдительность это и есть ваше усилие. Это самое главное. Усилие и бдительность. Или просто наблюдать. Беспристрастно наблюдать. И жить в сознании любви и единства. Не отделяйте себя от других. Будьте со всеми едины. Поймите, что мы все взаимосвязаны. И поэтому вы часть всего. Если где-то чего-то не так, что-то с вами происходит. Это значит, где-то что-то не так вы сделали. Не думайте, что виноват кто-то. Никто не виноват. Всё взаимосвязано. Это отголосок вашего. Если даже это не ваш отголосок, значит вы должны послужить, чтобы это преобразовать. Что с чем-то вы сталкиваетесь несовершенным, это значит вы служите высшему. Вы пытаетесь преобразовать низшее в высшее. Даже если вы жертвуете собой, и это не ваша карма. Но это есть ваше служение. И вы должны это принять. Принять как есть. Без роптаний всяких. Вы служите вечному. Вечному и единому. Поэтому вы не должны задумываться о бренном. Вы должны пребывать в вечности в бытие. Бог наградит вас, когда сочтёт нужным. А пока пребывайте и верьте. Насколько будет ваша вера, настолько будет ваша награда. Ну и награды не ждите. Самая лучшая награда это жить в вечности. Жить в едином, жить в любви. Это и есть самый прекрасный путь в гармонии. В гармонии самим с собой. Когда человек понял, что он живёт в вечности, осознал это. Это и есть счастье. Он уже гармоничен. Гармоничен, потому что для него нет ни времени, ни места, ни пространства. Он пребывает в такости. В том, что есть. И счастлив в этом. Поэтому достигайте этого, обретайте гармонию внутри себя. Это принятие жизни такой, какая она есть, даст возможность вам понять эту жизнь. Пока вы не принимаете, вы не можете понять вечное. Только приняв всё без остатка, можно понять высшее. Тогда приходит кровение. И вы начинаете жить уже в виде непростое. Вы уже служите. Вы уже осознаёте своё служение. Вы уже становитесь сами руководителем самому себе, своему низшему Я. И оно постепенно переходит в слияние с высшим. Живите вечности и будьте едины, да пребудет во всем гармония.